здравствуйте хорошие люди слава украине живи беларусь алга казахстан друзья не получилось выйти в прямой эфир поэтому запишу коротенькое видео свои мысли по поводу 20 дня попытки путиным захватить украину у него ничего не выйдет это уже естественно но преступление и желанию убивать жители украины у него никуда не исчезает он готов совершать еще больше и больше преступлений сегодня не совершили очередной геноцид населения они бросили огромную авиабомбу мариупольский драматический театр там в этот момент находилась три тысячи мирных жителей которые прятались от обстрелов и огромное количество детей на эту минуту когда я пишу видео известно уже больше тысячи погибших но цифра будет расти и расти знаете на этом фоне то что америка проголосовала единогласно что путин военный преступник что представители международного трибунала приехали в украину фиксировать преступление путинских фашистов она как-то становится безразличным потому что тут у себя в курятнике поет что все идет по плану мы двигаемся по плану и убиваем мирных жителей украины по плану у него все по графику все хорошо кроме того что их лупят и путин посылает огромное количество просто мясо на убой его перемалывают он будет собирать еще посылать неизвестно для чего у нас в украине определенный такой уже получился флешмоб это желающих встретить кадырова он же вместе с путиным в россии король и тут попытался зарисоваться как великий пехотинец снял видео что он приехал в гастуомель саму горячую точку под киев ведет при фонариках собрания со своими от петыми преступниками я покажу как наши вызывали его в ссу на дуэль журналисты сделали просто они ему написали представившись журналистами раша тудэй сообщение ссылочка перейти там на статью раша тудэй а в ссылочку был вшит специальный трекер определяющий место расположения и все эти бравые выступления кадырова в один момент расставили оказывается он сидит в грозном наверно в подвале какого-то дома снимает эти видеоролики все его кадыровцы единственную роль которые могут выполнять это за град отрядов и убивать тех же срочников которые не хотят воевать в украине не оставляет им шанс либо погибнуть либо они сами их пристрелят ну давайте начнем обзор по порядку я хочу теперь всегда начинать видео вот с этого кусочка видели там на заднем фоне то что лукашенко поддерживает россию видят как она падает это абсолютно не спасает весь мир на нашей стороне англичане сегодня нам выделили системы переносные противовоздушной обороны бьют до пяти километров и уничтожают еще и ракеты то чем путин каждую ночь мучает украину америка вечером тоже выделила огромное количество вооружения также 800 систем противовоздушной обороны две с половиной тысячи джавелинов ну и там бродежилеты там огромный список хорошая новость у нас была то что когда орки вошли в мельтополь и три дня населения посылала по адресу они не знали что делать на площадях пытались автоматами разогнать они вы выкрали мэра вывезли его в донецк мучили пытали это естественно я не знаю как нашим спецслужбам удалось то ли обмен то ли спецоперация это станет уже известно завтра послезавтра ну сегодня народно избранного мэра а не назначенного как это делается в российской федерации его спасли он поговорил с президентом выглядело это так а давай добрый вечер добрый вечер вам я я очень рад тебя но голос живого но два дня мы не обещаем ты молодой хлопец за один день восстановишься мы очень счастливы что тебя забрать очень не удается пока всех забрать блокирует они бессовестно как ты их назвал но вот этим словом в общем ну мы поняли не нормально вырвалась на смотри я тебя полностью поддерживаю просто не все могу себе позволить я рад что это голос живой это самое главное ты мужик и герой очень часто что ты с нами так что будем завтра ждать новостей кстати украина уже перебила больше ста вертолетов самолеты приближаются к сотни уже больше 400 танков уже только официально подтвержденных почти 14 тысяч россиян всегда умножайте внутри это сколько раненых вот по поводу кадырова я вам покажу следующее россияне в шоке они привыкли что кадыровцы пугают россиян что перед ними все из и все извиняются и кадыровцы тоже в шоке потому что украинцы вместо того что пугаться извиняться куда-то бежать начинают к ним обращаться кадыровцам уже не обращается разве что ленивый у нас каждый первый записывает обращение кадыровцам и говорит я приеду я где-то мы тебя найдем мы тебя найдем а это же они обычно привыкли это делать а тут им говорят мы вас всех найдем и они такие в смысле а россияне такие в смысле украинцы найдут кадыровцев и у них начинает ломаться в голове они начинают вот это самое страшное для кадыровцев их их прекращают бояться россияне смотрите что произошло за 19 дней войны кадыровцы не взяли толком ни одного города они несмотря на стоимость там за голову кадров же объявил каждого националистического командира 500 тысяч вот ни одного командира они не взяли у них нету никаких побед я отслеживаю russia today я смотрю его в этом мучительно но я смотрю я вам хочу сказать что все чем занимаются кадыровцы они раздают гуманитарный груз ну якобы вчера была уничтожена разведывательная группа кадыровцев там же в районе гастомеля а что они разведывали где группы тут я не знаю что они разведывали их уничтожают они едут домой в мешках в этих черных у нас каждый первый говорит мы тебя найдем у нас арестович говорит если кадыров здесь то украинская вооруженная сила украины их уничтожит понимаете но то есть у нас никто их не боится и это для них самое страшное что сейчас россияне посмотрит что они не страшны такие о чем боялись то что они нас лизгинкой затанцуют там центре москвы ручок русня значит так слушайте война в украине показала что вы 20 лет сосали зря у кадыровцы то есть вы просто как как это сказать по-русски то есть вы себе в своих явлений в своем воображении нарисовали образ каких-то страшных людей вы позволили себя испугать стали на колени и начали у них сосать и сосали 20 лет и теперь ваша ваш ночной кошмар приехал в украину а его тут обелечивает короче просто колхозники вы граните меня теробарона айтишники просто выпиливает и все причем выпиливает так что они не боятся даже подойти к линии фронта не подходит а кадыров записывает или на территории беларуси или по по другим данным на территории чернобыльской станции которая сейчас контролирует ну в итоге прокон ну определили что он это все записывал вообще из грозного так что вот ну я вам хотел показать то есть к нему обращение высу очень много когда очень такая жесткая нецензурная лексика но мне понравился один наш военный потому что он это сделал красиво с юмором у него очень хорошо стиль подошел под кадырова вот поэтому я хочу вам это показать серый а ну да ну передай привет это видишь дом приезжай сюда дом я себе вот так вот брит делать буду дом я твой жопа крем детский мазать буду дом понял давай я жду тебя дом друзья и закончить я бы хотел легкой музыкальной паузой что все будет украина и все будет хорошо на курильских острова говорят конечева по сибири все не хао вместо доброго утра в кёнингсберге на немецком и в чечне переворот а москва на день победы без акцента гимн поет щенов мэрла украины ни слова ни воля друзья огромное спасибо всем патреонов которые у меня появились и перешли по ссылке в описании я не могу вас перечислить вас уже больше 30 человек огромного человеческое спасибо хороших людей больше украина обязательно победит за ней сметет автоматически как карточный домик и упадет лукашенко будем торговать ездить друг другу гости и и делать все чтобы наши страны процветали слава украине живи беларусь алга казахстан всем до завтра скоро у меня будут прямые эфиры с добровольческими батальонами пока